Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать о четырех интереснейших рекурсивных луках, которые мне посчастливилось получить на обзор от четырех разных мастеров. По целому ряду причин это мероприятие прошло не по запланированному сценарию, и в основном потому, что присланные луки оказались разительно друг на друга не похожи, как и их создатели. Мне прислали не просто луки, а настоящие концепции, видения, в соответствии с которым творят эти мастера. Я еще вернусь к этому вопросу в конце выпуска. Ну а теперь сами луки. Итак, мы наконец добрались, собственно, до самих съемок, до самого обзора. Первый на обзор прислал лук артист Арчери. Вот, собственно, этот обращик. Можно увидеть, как он выглядит без тетивы. Давайте лук рассмотрим. Дерево с разводами. Красиво. Войлочная накладка в райзере под стрелу. Замечательно. Можно увидеть, как собран лук с центральной ламелью. Здесь, конечно, есть плюс. Лук надежен. Сделан недурно. Ну, недурно в плане конструкции. Достаточно жесткость накручения. А я еще объясню, что это имеет не слабое значение, как я выяснил сегодня. В целом, ничего. Есть мелкие огрехи по склейке. Не очень это так няшно выглядит. Сборка самого райзера. Ну, что, фантазия какая-то есть. Красиво. Я совершенно не против. Так, надеваем тетиву. У нас это получается без каких-либо проблем. И вот у нас лук в сборе. Что же про этот лук я хочу сказать? Это Baby Hunter. Лук реально маленький. Притом, сам лук небольшой. Длина указана 57 дюймов. И очень короткий райзер. Небольшая рукоять. Весьма такой компактный упор. Это нехорошо и неплохо. Это вот такой вот факт. Кстати, кому интересно, лук у меня весит 705 граммов. Ну, не тяжелый, легенький. Маневренный. Сказать, что райзер неудобный, я не могу. Просто примите как данность, что у артиста основная масса луков довольно мелкая. Повторюсь, это нехорошо и неплохо. Потому что одна миниатюрная девушка сказала, что ей рукоятка понравилась. Один здоровенный дядька сказал, что рукоятка ему понравилась. Мне она мелковата, но это абсолютно ни черта не значит. Просто примите к сведению. Потому что точно практически такой же райзер. Я у артиста вижу этот третий лук. Один попадался в Киеве, лапал. Один его собственный мне попался в руки на турнире, когда я с ним пересекся. В общем, это такая фирменная фишка. Тянется как лук. Сейчас мы возьмем 28 дюймов стрела. Тянется средненько. Вот у нас 28 дюймов. Приднотяг есть. Конкретно что-то плохого сказать нельзя. Но определенно лук, скажем так, мягенький. Вот показываю тридцатник. Никаких дублений нет. Тянется достаточно далеко. Может быть, стоило бы сделать его более злым. А может и не стоило. Лук можно назвать вяленьким, мягеньким. Но это опять-таки нельзя назвать минусом. Скорость есть. Он по скорости, в общем-то, не сильно-то и уступает. И при стрельбе достаточно комфортный. Ни хорошо, ни плохо. Опять-таки, вот такая вот особенность. Многим людям такие именно мягкие луки нравятся. На близких дистанциях наверняка будет достаточно туча. Но опять-таки, особых проблем нет. Может быть, где-то вот здесь чувствуется какое-то возрастание усилия. Но это тоже, в общем-то, чепуха. Лук плохим назвать нельзя. Ну, основной недостаток для такого лука, это, наверное, все-таки ступенский ламинат. А в остальном, что еще сказать. Дерево используют красивое. Фантазия при использовании слоев древесины есть. Тетива сделана очень хорошо. Очень приятная оплетка тетивы. Очень нравится. Лучше, чем у китайцев. Ей богу. Это тут молодец. С фантазией, с любовью. Расти дальше. Избавляться от косяков. Искать ламинат получше. Будет вообще цацко. Лайк без вопросов. Почему нет? Некоторые вещи, я повторюсь, и буду повторяться еще не один раз. Это не хорошо, не плохо. Это особенность. Вот сами решайте. Вам нужна маленькая рукоять или большая? Вот, собственно, и все. Двигаемся дальше. Юрий Петерсон из Днепра прислал вот такой вот лук. Когда я открыл упаковку, я сказал, блин, Юра, ну ты читер. Прислал. Жесткая коробка. Внутри все красиво разложено. Райзер это гордость, особенность этого лука. Рукоять потрясающая. Дизайн, склейка, упор, эргономика. Все на высочайшем уровне. Это ненормально, нехорошо. Это отлично. Это действительно очень-очень круто. Здесь и наборные элементы, и сам упор. Ну, я уже говорил не один раз. Вот здесь они себя нашли. Потрясно. Просто потрясно и все. Рукоять довольно увесистая. Лук сам нелегкий. Но, опять-таки, лук нелегкий. Плечи у него практически невесомые. А вот сам лук весит четко 950 граммов. Из-за тяжелой увесистой рукояти. Тяжелая рукоять и легкие плечи. Это нам дает очень неплохую стабильность. О стрельбе мы еще поговорим. А теперь перейдем вот к чему. Васпы делают ламинат сами. Это очень крутая тема. Особенно, когда ламинат удается. Без вопросов. Но здесь есть одна беда. Это сейчас может затянуться. Так, 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 так. Нет. Все. Сразу по зарубкам. Знаете, почему я боюсь это делать? Потому что первый раз, когда мне этот лук попался, я надел на него тетиву с четвертой попытки. И сейчас у меня это не получилось. Сейчас, вроде, сейчас все ровно. Но когда я тяну, плечо начинает уходить вправо. Продолжаем. Надо перенадеть тетиву. Объясняю, в чем дело. Лук у нас здесь получается двухламельный. Здесь только два клина. Вот эта часть состоит только из двух тонюсеньких ламелей. Лук плечо очень тонкое. И жесткости здесь практически нет. Оно гнется, как хочет. Сначала был разговор о том, что я не умею надевать тетиву. Да, мне это тоже сказали, мне дико понравилось. Но у меня возникает вопрос. А почему на других луках такого фокуса нет? Если уж такая нежная конструкция, может быть, с трингером комплектуете сразу? Так. Я очень внимательно слежу за тем, чтобы не перекрутить лук. У меня тетива сразу ложится в канавке. Она не выходит оттуда. И вот опять верхнее плечо. Я не могу из него сегодня стрелять. Я сниму отдельно, но вот эта тема меня напрягает. Между прочим, когда я пытался надеть тетиву вот подобным образом, нижнее плечо тоже начинает выворачиваться. Сниму отдельным кадром. Итак, господа, у нас в кадре оригинал. Эдуард подошел к решению Хантри Курова очень хитрым образом. У нас здесь явно намек на БР. Лук маленький, с приличной базой. Ну, короче говоря, штука явно выдающаяся. Что хочу сказать. К сожалению, замер скорости произвести не удалось. Потому что первый лук замеряться отказался. Просто напрочь. Аккуратненько, все хорошо. Вот. У Эдварда явно сумасшедшая тяга к большим базам. Это не первый лук, базы большие. Так что с точностью проблем быть не должно. Итак, стрела 28 дюймов. Кстати, что мне не нравится. Ни на первом луке, который сломался, ни на этом нету никакой накладки под стрелу. Так себе идея. Да, согласен. Этим должен заниматься, скорее всего, стрелок. Который должен будет сделать седло на тетиве. Сам накладку наклеить. Ну, вот как он тянется. Здесь больше 40 фунтов. Кстати, о чем мы думаем? Меня сразу предупредили. Потому что у этого лука уже есть владелец. А мы возьмем и проверим. 45-47. Ну, ладно. А, кстати, а сколько сам лук у нас весит? Не в фунтах. Какая классная штука. Кантер. Теперь все меряю. У меня прямо новая страсть появилась. Легчайший. 510 граммов. Да, лук действительно очень легкий. Притом вот этот еще более легкий. Этот даже чуть тяжелее, чем мне попался первый. Упор. Необычный. Очень удобный. Комфортный. Рукоятка определенно под верхний хват. В этой модели, я так понял, реализовано крепление для кивера. Замечательно. К сожалению, никаких условных обозначений нет. Здесь лук носит следы предыдущего использования. Первый был сделан аккуратно. Видимых косяков нет. Дерево на плечах определенный ясень. Рукоятка орех. Ламинат черный. Ламинат прозрачный. Ламинат лег аккуратно. По склейке косяков не вижу. Нравится. Небольшой клинышек в конце. Лук интересен. Без вопросов. Конечно же, лук нет под большие вытяги. На луке четко написано. Максимальный вытяг 30-ка. На 29-ти это тоже начинает упираться. Тянуть не очень удобно. Но вы посмотрите, какая там малепуська. Но, как и у любого мастера, всегда можно заказать лук под себя. И уверен, здесь это тоже прокатит. Настоящий Хантер Рекурф. И если не сломается, он будет вести себя отлично. Двигаемся дальше. И вот мы добрались до одного интереснейшего лука. Я, честно говоря, не думал, что буду выделять кого-то из участников. Просто расскажу, где кто как чего накосячил. На этом все закончится. Но, наконец-то, меня приятно удивили. Вот, собственно, лук марка Сатори. Как-то там модель называлась, не помню. Напишу. Это просто обалденная вещь. Вы понимаете, когда я начал снимать про этот лук, я пытался найти в нем косяки. Я их не ношу. Я пытался найти какие-то выдающиеся особенности. Я их не ношу. Вы понимаете, про этот лук говорить нечего. У него все нормально. У него все отлично. И все. Длина лука достаточно приличная. Здесь 63 дюйма. Тянется. Очень комфортно. Вот это действительно называется очень комфортно. Очень приятный вытяг, как на годном спортивном луке. Все лежит ровно. Все аккуратненько. Моя первая ассоциация, я хотел его сравнить с фабричным китайцем. И знаете, за что? За то, что все сделано как надо. Притом китайцем не от Зан Синга. Бешеный, мелкий, малый. С такими дешевыми косяками. А хорошая, годная, фабричная модель. Потому что все сделано отлично. Замечательная склейка. Действительно, очень интересно реализована склейка плеча. Орех, тому прочее. Мне этот лук напомнил классические Мартины. Стреляет породисто. Стабильно, метко. По скорости конкурентам не уступает. Лук у нас, конечно же, большой. Ну, значительно больше. Конкурентов 28. Просто спортивная классика. Тридцатник. Вообще без проблем. Годно, надежно, отлично. Этот лук можно назвать отличным среднячком. Ну, лук у нас здоровый. Поэтому и весить он у нас будет. Ах, проклятие. Думал, будет больше. А ну-ка, еще разок. 825 граммов. Хантри курвам это назвать уже сложно. Лук большой. Но это хорошая, годная, отлично сделанная классика. Здесь нет рекордов скорости. Здесь нет косяков. Здесь есть комфорт и хорошая работа. Мои поздравления. Это очень хорошо сделанный. Очень хороший лук. Подойдет всем. Для таргета, для 3D, для опытных стрелков, для новичков. Мне нравится. Так. А теперь стреляем. Тяжелая 35-граммовая стрела. Между прочим, за сегодняшний день. Это мой первый выстрел сейчас будет. Специально стреляю без перчатки, чтобы почувствовать вообще, что к чему. Как я и сказал, достаточно мягкое натяжение, в плане стрельбы, делает лук достаточно комфортным. Хэншок практически не чувствуется. Ну, из-за небольшого преднатяга слышно вот эти вот звуки. Вот это дребезжание, это дребезжит тетива по плечу. Так. Эта стрела чуть полегче. Кедровая. Грамм 30 должно весить. Лук хорошо так дергается вперед. Но стабильненько. Да нет. Конечно, вот эта блямка не радует. Вот, наверное, как раз для этого лука сюда можно сделать меховые или войлочные накладочки. Не то, чтобы это сильно нужно было, но прикольно. Легенькая стрела. О, чувствуется. Что мне нравится? Этому луку чем стрелять? По барабану. Ощущение абсолютно идентичное на самом деле. Стабильно, мягенько. Очень простой в использовании лук без сюрпризов. Это хорошо. Итак, лук из Днепра. Что он нам покажет? Тяжелая стрела. Да, мне пришлось понервничать. Не с первой попытки. Но я все-таки тетиву сюда напялил. Блин, все равно немножечко стремно. Ну, ничего. Тянется лук, кстати, на удивление приятно. Плечи буквально невесомые. Тянутся очень хорошо. Ладно, как он стреляет? Тут еще замечу. ВАСПа это единственное, кто на тетиве делает очень толстую обмотку, чтобы удобнее было стрелять пальцами. Не знаю, хорошо это или плохо, я уже говорил. Оно есть. Можно заказать без нее. Да, это, конечно, сильная сторона этого лука. Плечи капризные до безобразия. Но они очень легкие. Поэтому выстрел происходит исключительно комфортно. По ощущениям от стрельбы напоминает какой-то Олимпик. Да, да, да. Очень стабильно, очень прогнозируемо, очень одинаково. Единственное, какое-то такое странное у меня ощущение, что вибрация плечей хорошо под... Но это не отдача в руку. После выстрела рука колеблется вместе с луком. Но это уже после выстрела. Ух! Вот. Здесь очень большая разница между тяжелой и легкой стрелой. Произошло... Ух! За луком. Прикольно. Да, разница есть. Очень легкие плечи. Действительно, замечательно работают именно с легкой стрелой. Стрела... Разница действительно есть. Вот эта вот скорость. А тут ничего не звенит. Собственно, вот такой вот лук из Днепра. И так, лук Эдварда. Гляньте, какая база. Ох! Ну, посмотрим, как себя покажет второй экземпляр. Ну, это тетива так гудит. Поставив другую тетиву, безо всяких глушилок будет намного тише. Что тут за обмотка? Не могу понять. Такое ощущение, что обычные нейлоновые нитки с базара. Так. Второй выстрел. Ох! Хват. Спортивный. Ух! Я вообще ожидал, что лук будет более резким. Итак. Очень странное ощущение от стрельбы, честно скажу. Это связано именно с формой лука. Вот эта сильно выдвинутая часть. Четко обозначенный под верхний хват упор. Ох! В какой-то неправильной манере для этого лука я стреляю. Так. Что меня радует? Я думал, лук будет больше вертеться. Этого не происходит. Это хорошо. Для короткого лука очень неплохо себя ведет. О! Вот. Я не могу это объяснить, но с легкой стрелой почему-то даже удар меньше. Ну, это не удар, хэншока нет. Да, тоже очень любят легкие стрелы. Хотя лук относительно жесткий. Ну, во-первых, размеры какие, посудите сами. Геометрия. Но легенькие стрелы тоже кидают очень хорошо. И явно намного веселее с ними работает, чем со стрелами тяжелыми. Комфортно, приятно. Очень необычно. Это очень необычный лук. К нему надо будет определенно привыкать. Он под определенный хват. Вещица очень необычная. Но очень простительно себя ведет благодаря очень большой базе. Да, вещь, безусловно, в себе. И тоже неплохо. Мне нравится. Итак, сатори. Игни, Агни. Ну, тут у нас уже маленькое читерство. Лук с глушилками. Ну, установил, так установил. В чем проблема-то? Поехали. Ох, тянется классно. А все, этим все сказано. Это супер. Это действительно классно. Да, ну, просто классно все. Мне сначала хотелось сравнить этот лук с шелестом. Модель Zandao. Цельный лук. Ну, тоже схожая форма. Приятные обводы. Но он выше его на голову. Потому что, в отличие от дубоватых дзандао, лук очень мягкий. Очень приятный. Очень комфортный. Ну, конечно же, не в последнюю очередь. На это дело у нас влияет размер. Лук большой. Да, ну, блин, он сам стреляет. Не. Он стреляет сам. Вот. Вот очень редкое качество. Это далеко не про каждый лук я такое могу сказать. Да и говорить нечего. Мои поздравления еще раз. Очень достойная модель. Ощущения от всех стрел в руке одинаковые. Просто. В руку ничего совершенно не отдает. Очень комфортно. Очень здорово. Тут вообще говорить нечего. Не знаю. Про этот лук можно сказать меньше всего. В нем все хорошо. Совсем все. Все. Так. Мы немножечко постреляли. И я выяснил некоторые особенности луков. Особенности мастеров, которые эти луки прислали. У артиста лук простоват. Нетребовательный. Достаточно тоже нетребовательный к стрелам. Нет особо каких-то характеристик. Ну и сильно плохого сказать ничего не могу. Возможно, лучше бы преднатяг сделать. Возможно, еще что-то надо, не надо, не знаю. Лук вполне себе подойдет для нетребовательных стрелков. Неожиданностей нет. Вот он тоже согласен. Ничего плохого нет. Ласпы. Очень комфортный лук при стрельбе. Без вопросов. Плечи невесомые дают нам просто... Ласпы. Лук комфортный при стрельбе. Безо всяких вопросов. Невесомые плечи дают очень хороший результат. И лук приятный. На удивление, хорошо пуляет легкими стрелами. Это чувствуется он под ним буквально создано. То есть плечи не инерционные. Ну, приятно. Эдвард. Модель оригинальная. Без вопросов. Лук очень сильно отличается от всех остальных. Честно говоря, это вообще первый подобного типа лук у меня в руках. Нет, и короткие были, но вот с такой сумасшедшей пистолетной рукоятью, с таким необычным хватом. Это неплохо. Вещь себе. Думайте. Те, кто стреляет с верхним хватом. И я так понял, модель надо обязательно выбирать под вытек. Потому что вот этот уже после 29. Мне не нравится, как тянется. Так что выбирайте модель под размер. Игни. Сатори. Прямо Хатори Ханзо. Просто класс. Это все. Мне сказать нечего. Стреляет всеми стрелами прогнозируемо, надежно. Ощущение, как от 66-дюймового Олимпика. Но не совсем скажем, да нет. Это хороший, годный спортивный лук. По ощущениям, как бы смешно это ни звучало. Годная, хорошая работа. Иными словами, все мастера показали именно свои особенности в этих моделях. Это луки во многом достойные. Всем есть куда расти. Постреляю-ка я еще недельку. А то сейчас в каком-то дожди погода может наладиться, а может не наладится. Да и я выздоровлю, малеха. Подводя итоги, что мне хочется сказать. Для начала по очереди. Артист Арчери. Никита. Чисто, а четко пацанский лук. Нет, я вполне серьезен. Все к месту. Все по делу. Толковое использование имеющихся материалов и заложенных в них возможностей. Прочность. Надежность. Да едва ли не дурокоустойчивость. В качестве первого лука очень недурная вещица. Стрелковые характеристики как раз под новичка. Лук стабилен. Очень прост в освоении для своих размеров и дивизиона. Ну а мелкий упор. Это просто ручка такая досталась. У него разных ручек не одна и тем более не две. Да и вообще, маленький упор. На него любители тоже нашлись. Просто обратите внимание и скажите, чего именно хотелось бы вам. Формы зализанные, простые, но рабочие. Особых изысков нет, но и отвращения не вызывают. Ступенский ламинат может и простоват, но используется грамотно, насколько с этим материалом вообще возможно работать. Склеена крепко, на тридцатку тянется без проблем. Дуба нет. Норм. Надеюсь, в дальнейшем будут модели поинтереснее. К слову, уже не первый год я вижу эту модель. Стреляют и стреляют. Все одинаково. Луки как под копирку. Никита работает как автомат. Стабильность. ВАСП. Днепровские осы. Юрий. Эх, есть ли одной фразой? Стремление к совершенству. Тоже не первый лук от этой конторы, который попался мне в руки. И все, что они делали, было доведено до логичного конца. Рукоять офигенна. Вот просто так, совсем. Они нашли отменный дизайн, который не только смотрится, но и замечательно ложится в любую руку. Отменное качество и по склейке, и по обработке, и с подбором матери высший класс. Самодельный ламинат, это тоже сильная заявка. Плечи стали совсем тонюсенькие, и это караул. Я не могу спокойно пользоваться таким луком. Я не знаю, если уж решили плечи сделать совсем невесомыми, ну, я не знаю, стрингер в комплект предлагайте. Как по мне, в АСП зашли малость или далеко, или не туда. Потому что в предыдущих моделях такого экстрима не было. Желаю вам успеха в дальнейших поисках, но с жесткостью плечей надо что-то делать. Если лук уговорить, то стреляют, он, конечно, не дурно. Кстати, если надумаю делать рукоять для выступления в инстинктиве, подайло я в плечи, буду заказывать именно у них. Эдвард. Эдвард, легких путей не ищет, и замахнулся на столь непростую модель. Знаете, и в этом луке проявились особенности. Попытка сделать лук как можно дешевле, лучше, выразительнее. Эх, доступность и характеристики. Это очень непросто. Оригинальный БР делается даже не из дерева. Это, по сути, древесный композит, пластик и очень хороший ламинат. Получить такой же вариант из ореха ясеня и хренового ламината очень непросто. Эдвард выжимает из материала все, и еще немножечко сверху. Но, наверное, этот лук не может быть дешевым в принципе. Нужно менее колкое дерево, и явно нужен качественный ламинат, который будет на протяжении срока службы сохранять характеристики изделия и реализовывать заложенный в конструкцию потенциал. Пока что я вижу проблемы этого лука именно в ламинате, кто бы его не производил. Но желание сделать лучную стрельбу дешевой похвально. Есть целая линейка луков с менее агрессивными формами. Сатори, Москаленко, Юрий. Очень мало что я могу сказать. Классика, как она есть. Очень хорошая работа. Отличные материалы. Австрийский ламинат. Превосходная конструкция. Комфорт и стабильность. Все как надо. Ну а теперь немного о скорости. Если бы у меня был дома хронограф, все было бы на порядок проще. Быстрее и точнее. Но увы, маем еще маем. Так уж получилось, что замеры проводились в два этапа. Сначала отстреливались первые три лука. А именно Артист, Сатори и Вас. Отстреливались одной и той же стрелой. И показали очень схожие результаты. Увы, лук Эдварда на тот замер не попал. Второй и более обстоятельный замер прошел, к сожалению, уже без лука от ВАСП. Тогда я отмерил дома стрелы с шагом в 5 грамм. И только этим комплектом провел несколько отстрелов на каждом луке, выводя среднее. На абсолютные значения это тянет слабо, так как стабильный выпуск у меня при вытяге чуть менее 28 дюймов. Ну, где-то 27,5. Но для сравнения в равных условиях подойдет. Осмелюсь предположить, что ВАСПы показали бы результат чуть лучше на легких стрелах и чуть хуже на тяжелых. Но проверить уже не получится. Относительно графиков. Пусть их рисуют производители. А в описании к видео вы найдете ссылки на ресурсы мастеров, по которым можете связаться и получить всю необходимую информацию по ценам, графикам, возможностям кастомизации и всего прочего. В том числе и отправки по стране и за рубеж. Сегодня мы увидели не разные луки, а разные подходы и концепции. Кто-то работает надежно, кто-то все еще ищет свой путь, кто-то старается удешевить продукцию, а кто-то себя уже нашел. Луки разные. Люди, которые их сделали разные, разные замыслы реализовывались и цели преследовались, тоже разные. И это разнообразие меня завораживает. Именно это разнообразие делает интересными поиски интересных луков. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.